спасибо большое что ты пришел дима могу я попросить чтобы ты чуть-чуть я рассказал о себе да конечно могу рассказать я учился в школе интересовался в основном футболом и чтением и вот этим всем и потом в какой-то момент пришел срок поступать куда-то вот семья у меня связаны так сказать творчеством активно и отец учился строгановки и мама очень интересующаяся искусством и у нас библиотек хороший на выставке ходил но никогда не связывал одно с другим и не связывал себя с профессией никак классе в десятом я начал готовиться ну потому что понял что если не туда то как бы непонятно ну скорее туда все таки чем куда-то еще уже в процессе понял что это скорее мое были два довольно тяжелого года подготовки потом не поступление и год еще подготовки я работал как раз лаборантом в строгановке на кафедре рисунка год да и за это время собственно произошло вот мне кажется то самое что меня потом увлекло в этом всем процессе потому что я увидел каким бывает творческий коллектив как вообще это в творческой атмосфере присутствовать что такое рисовать по-настоящему постоянно регулярно делать это вот и наверное сейчас делать уже спустя много лет представляю себе так что наверное именно тот год заложил много из того что делает сейчас потому что так сложились обстоятельства что я сначала ходил на наброски местные строгановки а потом начал их помогать вести как лаборант как ведущий как еще кто-то и в этом случае получилось что как бы я довольно рано еще даже не отучившись в вузе стал организовывать что-то связано с рисунком непосредственно и это оказалось совершенно невероятно интересно и потом собственно поступил учился потом познакомился с никитой который сейчас директор школы из которой мы стали вместе уже все это вести и развивать я стал уже действительно наше дело не просто там мы стали где-то помогать и потихонечку она вот так ты выросла в то что сейчас называется простой школы и это всегда было про не только рисование то есть мы рисовали да много с удовольствием с увлечением но это всегда было еще про быт такой художественный и не художественный быт про процесс про готовность помещения к тому чтобы принять людей которые пришли рисовать то есть нас стало интересовать то как мы убираемся например то как мы расставляем стулья до того как в зал придут посетителя ну на мой взгляд это до сих пор таким стержнем является школа то есть в общем-то место где можно рисовать довольно много в москве уж тем более их полно вот но по-моему и вот эти моменты что качество среды и отношения к процессу она как раз вот заложила то что делает простая школа и кроме этого у меня был опыт иллюстрации я лет пять работал ну да где пять лет работал в иллюстрации плюс минус постоянно инфографика иллюстрация всякая для журналов для книг чуть-чуть но это как-то совпало с тем что вообще рынок иллюстрации немножко стал проседать журнальные иллюстрации прежде всего и тем что как-то я интерьер по образованию вот и в какой-то момент я просто понял что нет мне наверно интереснее рисовать для себя и в какой-то момент я стал брать заказы только прям интересные то есть не какие-то мелкие вот фрилансовые штуки а какие-то прям интересные темы вот из таких тем допустим был были две работы для журнала эль декорейшн там и та и другая была связана так или иначе с авангардом с русским и там интересно было придумать как раз способ изображения вот такие вещи да очень интересно делать а потом стал просто довольно много всякого преподавания думание про это проектирование каких-то упражнений там книжки появились и так далее вот это стало как кому-то интересно там кроме меня издательство миф спросила не хотите ли вы сделать книжечку вот я у них сначала делал редактуру то есть в издательстве миф есть несколько книг переводных загмейстера еще кого-то еще несколько книг переводных которые я редактировал как бы русский язык редактировал по терминологии что ли художественной то есть осмотрел насколько адекватно этот адекватен перевод не просто по-русски сделан там хороший был перевод а именно адекватен теме то есть термины какие-то упоминания связи и жаргонизмы и еще что-то чтобы это было естественно чтобы человек с художественной среды не заметил нестыковок каких-то вот и какое-то количество книг это с ними сделал и они сказали может быть может быть сам вот и сейчас наверное откажет моя основная деятельность именно преподавание придумывание упражнений создание каких-то курсов написание книг и так далее сейчас основная деятельность а рисуя сейчас скорее чисто для себя то есть имеет очень как раз радует потому что я могу рисовать в любой момент в когда у меня есть время и желание и при этом не спрашивать кого-то как это делать меня нет никакого задания и поэтому каждый раз я могу довольно быстро и контрастно переключаться между рисованием вот наверное в сток где мне кажется что у тебя есть вот такая какая-то такой большой талант быть таким очень бережным преподавателем который как-то вселяет наоборот веру в себя то есть как-то как-то ты умеешь так поддержать меня ощущение что очень многие студенты все люди которые приходят учиться рисовать они в общем у них есть очень много переживаний такого плана что я говно я нарисовал полный ужас это вообще никуда не годится и вот ощущение что ты очень круто умеешь как-то так этому отнестись что человек в итоге как-то ну успокоен что все все нормально что в общем ничего ужасного не происходит и у меня такая догадка что ты мне кажется умеешь это делать потому что у тебя нету ну как это сформулировать что у тебя как будто бы все в порядке с ощущением ну самоценности какой-то что ли что ты очень ценишь других людей я думаю что невозможно если не ценишь себя и вот у меня ощущение что это очень редко вообще такой очень редкий такой дар я хотел спросить а как у тебя вот это произошло что ты так легко как-то умеешь быть достоинством да и другого человека как будто бы ну не знаю как-то приподнять что ли вот придать вот этой веры в себя но я на собственном опыте просто говорю потому что я ходила на твои занятия и вот я хотел спросить как как ты этому научился или это изначально было так знаешь в какой степени наверное это было изначально потому что мне опять же сейчас по прошествии многих лет вспоминаю детство вспоминаю всякие штуки и мне всегда нравилось как организовывать людей что-то делать что-то придумывать если очень прощать то нравится когда всем хорошо то есть вот когда просто всем комфортно в этой ситуации когда всем интересно все чем-то интересным заняты и я очень тяжело отношусь к унынию относительно чего бы то нибудь то есть мне не хочется в этом состоянии присутствовать и поэтому я делаю что-то чтобы в нем не присутствовать и когда вижу что другой человек в нем присутствует мне хочется его ну по крайней мере не заглублять в него то есть иногда это работает так что человек говорит что у меня все ужасно это иногда нужно просто пропустить мимо ушей ну то есть может быть он просто у него такая привычка или такая защита своеобразная просто сказать такую вещь на всякий случай вдруг вдруг ужасно вдруг не ужасно непонятно и иногда просто надо пропустить мимо ушей иногда нужно действительно поддержать когда ты видишь что человек действительно сомневается он действительно не видит хороших качеств своей работе они есть пусть вот там вот столько относительно того сколько бы их могло быть но они точно есть и то есть я могу сказать слушай да у тебя правда дрянь ну слушай Ну, плохо же. А могу сказать, слушай, вот в целом пока, конечно, слабенько, но вот смотри, вот этот кусок многообещающий. Вот здесь ты шагнул чуть-чуть вперед. То есть разница небольшая по затратам, но если я замечаю это хорошее в рисунке или в живописи, или в композиции, или в иллюстрации, неважно, что это такое, я могу именно на это обратить внимание человека, что не мешает мне потом сказать, что вот это, вот это и вот это давай там переделаем, либо сделаем по-другому. То есть любая критика хорошо, когда она с заделом на какой-то личный интерес. То есть когда ты знаешь, для чего тебе потом это. Не просто надо переделать, потому что дядька какой-то сказал лысый, нет. А переделать, потому что мне интересно сделать лучше. А если тебе кто-то сказал, что может быть лучше, и показал, где именно это может быть лучше, у тебя как бы уже появляется такое направление, типа путь, куда ты можешь идти. По-моему, это очень важно для преподавания, потому что действительно в творческой среде люди очень часто не уверены в себе, очень часто метущиеся. И, ну, какая-то есть, знаешь, даже хороший тон какой-то, мне кажется, в этом даже есть. То есть быть вот таким нестабильным, метущимся еще каким-то, это не обязательно. И в своих группах я стараюсь, вот учебные группы, которые постоянно у меня есть, я стараюсь как раз поддерживать такую атмосферу, когда она рабочая. То есть мы делаем, мы начинаем и делаем эту работу, мы не там мечемся в ужасе, в панике, что ничего не получится. При том, что задания далеко не всегда понятны даже мне. Ну, то есть, когда я начинаю какую-то штуку, какую-то тему с ребятами делать, я не до конца всегда понимаю, куда именно мы придем. Потому что если я понимал, мне было бы неинтересно работать. То есть это такой, я понимаю, что это интересная тема, я примерно понимаю, что в рамках нее мы можем делать, но я ее вбрасываю, не до конца понимая результат. Поэтому я вместе с ними точно в такой же ситуации, мы в одной лодке в этом случае. И поэтому вот эта поддержка, она, ну, наверное, база для любых сложных заданий. То есть ребята, которые занимаются, они понимают, что да, они эту поддержку получат, они друг друга тоже поддерживают таким образом. Вот. И любая сложная тема, она может быть преодолена таким образом. А у тебя у самого не было такого опыта, что ты бы говорил все ужасно, ну, про себя, да, что моя работа дурацкая, это никуда не годится. Знаешь, мне всегда казалось это кокетством. Ну, мне никогда не хотелось такое говорить, я не помню, чтобы я это говорил. Ну, просто потому что мне кажется, что это какое-то, во-первых, избыточное привлечение внимания к себе. Ну, такое, типа, пожалейте меня, или да нет, у тебя не так уж плохо, или, ну, или еще что-нибудь. Вот, мне кажется, это не очень мне просто близко. Я помню, когда я приходил, когда я еще был лаборантом на кафедре рисунка, я работал, и у нас там, естественно, много преподавателей разных было всегда. И я к кому-то приходил, старался к разным преподавателям подходить, чтобы разный фидбэк услышать, и я никогда не подходил, извиняюсь, типа, я такого-то говнеца нарисовал, посмотрите, если вот вам не сложно. Вот, я просто приходил и спрашивал, то, что мне было интересно, это нормальный рабочий процесс, когда мы напрямую показываем или напрямую спрашиваем. Я не вижу большой разницы между тем, что человек ругает работу свою или хвалит работу свою. По-моему, это абсолютно одинаковые вещи, одинаково наносные, одинаково необязательные. Интересный взгляд. Я читала статью в Слонбуа, вы там рассказываете про преподавание, про бережное преподавание. И я очень удивилась, где ты рассказал про вот эту ценность трудного рисования в Строгановке, где приходилось даже ночевать для того, чтобы доделать какие-то работы. И я хотела спросить, а как вот произошёл переход от того, что нужно прям трудно рисовать, и от того, что можно рисовать там с удовольствием, легко и как-то спокойно, если до этого была совсем другая парадигма. Потому что мне кажется, что все, кто учился в каких-то классических таких местах, где, в общем, потом и кровью, очень тяжёлый вот этот переход про то, что на самом деле-то душевно очень хочется рисовать. И поэтому человек пошёл в такое место. Но потом, потом и кровью вот это так вырабатывается, что после как будто многие рассказывают о том, что уже как бы я больше не могу рисовать. После там пяти лет, шести лет очень много таких историй слышала. Хочется спросить, а как у тебя это было? Это действительно очень распространённая вещь. И я вот недавно для себя сформулировал это так. Люди после подобных вузов или ещё каких-то других образовательных учреждений, академических именно, потому что там есть жёсткая структура, чаще всего достаточно жёсткая дисциплина. Не то, что плохая сама по себе. То есть та дисциплина, которая была у меня в Строгановке, и тот объём предметов, что ли, необходимостей, которые мне нужно было решить, преодолеть. То есть вот ты к концу семестра, сейчас бы я, будучи студентом, был весь в мыле, был бы такой осунувшийся. И не спал бы там два-три дня подряд, потому что ну просто огромный набор всего, который тебе надо успеть именно в этот день, вот прям вот к этому дню. Это действительно тяжело, но это зато учат навыкам. То есть ты учишься быстро, технически решать всякие штуки. Ты не успел. У меня был случай, когда это был второй курс. Мы делали какой-то проект про летнее кафе. Мы делали кафе. Проект про летнее кафе, где такой на открытом воздухе какой-то надо было придумать конструкцию навеса и там соить людей. Этот проект состоял из двух частей. Надо было придумать, собственно, эту конструкцию и её там очертить, накрасить и так далее. А вторая часть – это была такая не рекламная стела, а как бы знак полуархитектурный, полускульптурный объект, который её как бы предварял. Эту штуку. Ну, как такая кулузора. У меня его просто не было. Просто не было. У меня была мысль о том, как это могло выглядеть, но я тупо не успел, потому что я всю ночь делал этот проект дурацкий. Мы уже развесились, расставились, стоим, ждём. И что-то комиссия не идёт и не идёт. Я думаю, а что-то я, собственно, сижу. То есть проект уже, по идее, должен быть сдан. То есть уже время вот уже прошло. И тут я понимаю, что у меня есть натянутый планшет. Есть какое-то количество времени, я не знаю какое. Они могут прийти в любой момент. Я черчу, крашу и выставляю эту штуку. Мне ставят четвёрку. Вместо двойки. Ну, то есть в тот момент я понял, что действие любое лучше без действия. То есть я мог бы просто так вот сесть и сказать, ну, не успел я, не успел. Пойду там посплю или что-нибудь поем. Я дожал. И в этом случае это был такой занятный опыт преодоления. Но он бывает часто очень болезненный. То есть после третьего курса, после всех этих вот сверхусилий, я просто понял, что оно того не стоит. Я не хочу начать строгнувки. Я не хочу убиваться по проекту, потому что часто правки, которые происходят по проекту преподавателям, они ради правок. То есть препод хочет, чтобы ты убился. Ну, будем честны. Тот препод, с которым мы тогда работали, он хотел, чтобы ты убился. Он так видел преподавание. И я подумал, а зачем? У меня единственная жизнь, единственное здоровье, единственное тело. Нафига? После этого я перестал ночевать. Вот сколько успел, столько успел. Я не в смысле перестал работать. Все было как надо. Но я перестал этому уделять слишком много внимания. И возвращаясь к тому, как люди тяжело входят обратно в какое-то другое рисование после вуза, мне кажется, проблема не в том, что они как-то эмоционально перегорают, хотя некоторые, да, есть такое. Или чего-то им не хватает, каких-то скиллов. Они чаще всего просто не знают, что им делать. Тупо не знают, что им делать. Потому что в институте академическом, в любом таком заведении, обычно не дается смысла. Чего ради? То есть учить надо не тому, как, а что. То есть если бы с нами говорили о том, что ты можешь сделать, вот у тебя куча возможностей. Все, давай ты сначала реши, что ты хочешь, не вот такой проект в таком виде по образцу вот этой картинки, сделай, пожалуйста. А вот такая у нас есть большая тема, что в рамках нее вы хотите разработать. Предлагайте. Технику, способ, пластику, все подберем, всему научим. Не будете понимать, как нарисовать, поможем. Не будете знать, как начертить, объясним. Вот так это должно происходить. И тогда у любого студента будет акцент на зачем, что он делает, а не чем он делает, как он делает. В смысле материально. А люди после художественного вуза часто выходят с хорошими скиллами в руках. Действительно они много чего умеют. И потом, ну, либо продолжают писать какие-то натюрморты, либо сирень какую-то, либо еще что-то. Ну, то есть ок, почему? Если это искренне, если это нравится, почему нет? Но у меня просто в группах довольно много всегда было людей, которые как раз с таким опытом. Вот они когда-то отучились, не знали, что делать. И пришли в школу, что-то, или ко мне в группу, или на какие-то курсы, чтобы понять зачем. Вот что им надо делать, потому что им не хватает просто вот этой задачи. А самим эту задачу их ставить не научили. Это, к сожалению, очень редко бывает, когда человек настолько цельный и настолько внутренне активный. То есть такая внутренне активная жизнь, что его не надо этому учить. Он просто сам берет и делает ему вообще пофиг, это чужое мнение. Он просто берет и сам начинает это переворачивать все. Собственно, учится материальным вещам, когда ему надо. То есть ему нужно освоить, там, не знаю, какой-нибудь дизайн для того, чтобы проектировать книжки. Он берет, его и осваивает. То есть вот такого рода вещи. И главное, что ему очень хочется сделать книжку. Или там очень хочется написать картину. Вот это вот ключевое. И этому, к сожалению, не то, что не учат, а прям даже местами отбивают в УЗИ. Потому что в УЗИ удобно оценивать, ну это такая довольно бытовая штука понятная, удобно оценивать, когда одинаковые. Вот мы идем на просмотре по академическому рисунку. Вот ужасные корше, вот средненькие, а вот явно хорошие. Ну так как они одинаковые все, одинаковые критерии, легко выбрать. А если бы один рисовал корше, другой рисовал, там, не знаю, мятую бумагу, третий рисовал человека на лошади и так далее, непонятно, как оценивать. Поэтому надо самого себя заинтересовать. У меня это было абсолютно естественно, потому что помимо вот этой вот академической программы, которую я качественно, внимательно, хорошо выполнял, мне реально это было интересно, у меня всегда еще была дополнительная программа. Я вел наброски, собственно, эти самые с Никитой, и каждую неделю по два, по три, по четыре иногда раза рисовал там. То есть у меня была стена программы, которую я делал для себя, а не для кафедры. Я пробовал там разные техники, подходы, ракурсы, материалы, что угодно. Вот поэтому я абсолютно легко перешел из одной стадии в другую, потому что у меня была вот эта параллельная жизнь. Рекомендую параллельную вот эту самую как раз жизнь устроить себе, если чувствует человек, допустим, какую-то зашоренность, нехватку, какую-то жесткость ситуации. Надо просто параллельно что-то делать. Совсем другое. Дим, а расскажи, были ли у тебя такие моменты в твоем творческом пути, когда ты чувствовал, что вот у тебя нет вот этого ответа на вопрос, а зачем? Ну, какие-то вот такие ценностные кризисы. Ну, вот особенно сейчас такое тяжёлое время, и многие как будто бы задаются вопросом, а зачем вообще рисовать, а нужно ли это кому-то? Бывали ли у тебя такие моменты? Если да, то как ты с этим справлялся? Я просто не рисовал. Очень хорошо не порисовать какое-то время. Да, у меня были периоды, когда они были связаны с каким-то ценностям, мне кажется, было связано с интересом и, может быть, сменой этапа. Потому что ты, когда долго рисуешь, ты прям замечаешь, как вот что-то нарастает, идёт, 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 ты куда-то упёрся. Ну, у меня, по крайней мере, так устроено, что мне, когда я понимаю, что это я могу, вот повторяемо могу, мне становится неинтересно. И очень тяжело это повторять. И начинается новый период, когда у меня нового нет, а старое уже не нравится. Ну, то есть он такой странный, поисковый, дискомфортный, конечно, всегда, но он именно из-за того, что я рисую довольно долго, он, это мне понятная ситуация. То есть я знаю, что так должно быть, и, значит, скоро будет какое-то другое, новое какое-то рисование. А были случаи, да, когда у меня просто, меня не тянуло рисовать совсем. Видимо, был долгий период, когда я рисовал прям очень-очень много. Ну, буквально до шести дней в неделю у меня были какие-то там занятия или практики, или ещё что-нибудь. И это, несомненно, заслужило службу в плане лёгкости рисования, лёгкости вхождения в любой, там, рисовальный процесс, там, по материалам, по всему, конечно, да. Вот, но сейчас у меня это рисование происходит не так часто. Летом, там, побольше. Я, если езжу куда-то или, там, в городе рисую, мне это всегда очень приятно, и в любой момент это можно сделать. А так между работами это вот иногда. Где-то я на наброски схожу, где-то вот у нас есть прекрасная практика, фото-клюб, где мы рисуем по фото и видео референсам. Вот для меня это просто настоящий такой рисовальный праздник, потому что каждый раз что-то новое, и ты прямо вот в эти полтора часа должен придумать тему себе. Вот есть некие референсы, они, ну, иногда более нейтральные, иногда менее нейтральные, но тебе никакая задача не предлагается. Что хочешь, делай. И это либо связано с новым материалом, либо это связано с композиционной какой-то темой, либо это связано с серийностью этих работ. Вот это очень любопытно, потому что оно тебя очень быстро включает в эту розетку. Каждый раз что-то новое получается. Прямо действительно волшебная совершенно ситуация. И меня очень сейчас радует то, что я могу как раз вот в таком формате рисовать. То есть рисование как, по сути, чистый эксперимент. Вот я не знаю, каким оно получится. Я не вполне понимаю технику, которую я, допустим, рисую, или серийность, которая может образоваться. Но при этом весь предыдущий мой опыт, весь предыдущий навык, он помогает мне в итоге куда-то вырулить. Не совсем иногда я понимаю, как это работает физически, но выруливается куда-то. Это довольно напрямую влияет и на преподавание, потому что теперь я тоже понимаю, что если я задаю какую-то тему, даже если я не вполне понимаю итог, то в процессе, если я буду внимателен к процессу, какой у ребят идёт, к результатам у ребят промежуточных, к атмосфере, я смогу им управлять как-то, направлять мягко и выйти всё равно на что-то интересное. Дим, ты довольно долго занимаешься рисованием. И я хочу понять, вот как у тебя, несмотря на вот эти кризисы и несмотря на объём того, что ты делаешь, получается не перегорать. То есть не заходить вот в такую, в такие воды, когда уже не хочется рисовать вообще. Ну то есть ты говорил про эти кризисные моменты, когда вроде бы хочется сделать паузу, хочется начать как-то по-другому. Но бывает, когда человеку хочется сделать паузу, и вот это хочется очень долго длиться. То есть когда просто какая-то степень выгорания очень такая серьёзная. Видя твою такую регулярную и плотную деятельность, мне кажется, что ты как-то с этим умеешь обходиться, потому что у вас и курсы регулярно новые запускаются, и очень такая активная программа в простой школе, и книги выходят, и телеграм-канал ведёшь. То есть как бы такая плотная деятельность и регулярная. Вот как тебе удаётся её поддерживать? Ну, во-первых, меня просто прёт. Ну, мне нравится то, что я делаю, искренне нравится то, что я делаю. Я всегда был так устроен, что мне тяжело делать то, что не нравится. То есть какую-то рутинную вещь мне гораздо проще превратить в интересную, чем пытаться с ней мучиться. Там, пытаться её преодолеть как-то. Какая-то ужасная гадость, но я должен её сделать. Нет, я даже в этой ситуации постараюсь придумать себе какой-то личный интерес, личную интригу какую-то. И в случае, там, не знаю, придумывания новых программ, ведения занятий, того же телеграм-канала, тут вообще меня заставлять не надо, потому что это то, что мне интересно, то, что меня занимает. Одно подкармливает другое, по сути. То есть находки, сделанные на занятии, могут пойти в телеграм, что-то придуманное в телеграме может аукнуться на занятии. Абсолютно созвучные вещи, то есть это абсолютно естественная для меня вещь. Мне кажется, какое-то выгорание может произойти, когда не придуман интерес, когда люди, например, работают долго на неинтересной работе и вынуждены потом сказать, что нет, извините, я пойду лучше полежу в больничке. Второй момент – это когда ты вкладываешься искренне во что-то, но при этом без своего развития, без учета своего интереса. То есть вкладываешься, в какой-то момент ты понимаешь, что тебе как бы нечего уже выгрузить, тут ни сил, ни здоровья нет, а как бы тебе хочется, потому что делать хорошее. Мне кажется, в любой ситуации надо сохранить этот баланс между отдачей и сохранением себя. Вот у меня хороший пример. Вот у меня в четверг в Строгановке три группы параллельно. Большие. В целом примерно 100 человек. Вот за эти там, сколько? Три с половиной, четыре с половиной часа. Я могу пойти на то, что каждому идеально все вообще рассказать из одной группы. Каждому это вложить, разобраться, все-все-все-все-все за нее сделать, на все-все-все вопросы ответить. Но тогда две другие группы просто не получат меня совсем. Совсем. Поэтому мне приходится как-то это дифферсифицировать и делать так, чтобы у меня был какой-то выхлоп полезный у каждого, с кем я поговорил, но при этом, чтобы он меня не выел всего в этот процесс. Вот потому что есть еще другие люди, с которыми мне нужно будет поговорить. И вот это мучаешься как раз на больших количествах. То есть, когда спрашиваешь, ты много этого делаешь, да? Вот мне кажется, я бы этого не умел, если бы я делал этого мало. Люди, которые преподают немного, вот у нас есть ведущие, которые там постоянно, постоянно что-то делают. Либо практики ведут, либо какие-то курсы, занятия. Они это гораздо легче делают. И наоборот, люди, которые ведут реже, тоже хорошо, интересные темы, все классно. Но просто это раз отразу как бы ты заново готовишься, заново придумаешься, заново психуешь по этому поводу. Волнуешься, получится, не получится. А если у тебя это как часики тикают, ну, я сейчас вот дошел до того состояния, когда я не думаю о занятии до начала занятия. Если мне надо к нему специально как готовиться, лекцию сделать или еще что-то, я перехожу в помещение и вот я сейчас начинаю о нем думать. Или если я сейчас пришел к тебе на разговор, я начал думать об этом разговоре, когда мы с тобой начали говорить. То есть до этого я мог бы там продумывать какие-то варианты, а как лучше сказать, о чем она спросит. Вот. Нет, не хочется, потому что мне вот именно так интересно, когда вот оно в живом процессе происходит, я знаю, что оно точно во что-то там вырулится в итоге. Поэтому регулярность решает, это правда. А расскажи, есть ли какие-то привычки, которые не про рисование, которые поддерживают рисование? Ну я как бы расскажу, как это у меня. Вот когда я к тебе как раз поступала в твою группу по рисованию, мне кажется, что мне супер помогло то, что я очень любила фотографировать, и я это очень много делала. И мне кажется, что когда я начала рисовать, мне было гораздо проще, просто потому, что ты привыкаешь уже видеть композицию, хотя это совсем вроде бы другой процесс, ты просто на кнопочку нажимаешь, а там как бы ты строишь композицию. Но как будто бы эта привычка, она мне очень сильно помогает. Хотел спросить, вот есть ли у тебя какие-то такие вещи, которые вроде бы не про рисование, но они в рисование тоже делают вклад? Фотографирование, наверное, одно из главных, потому что это тоже визуальное искусство, это тоже композиция, и фотография вообще для меня важный момент, потому что это по сути фиксация зрения, то есть у тебя, если ты художник, у тебя довольно цепкое получается зрение, и фотография – это самый быстрый способ запечатлеть красоту. Ты не можешь это нарисовать, иногда ты физически не можешь это нарисовать, иногда тебе просто некогда это нарисовать, иногда ты не знаешь, чем такое передать, что ты увидел, а иногда реальность настолько сложная, настолько невероятная, что ничем, кроме фото, иногда фото даже не передает, это не сделать. И в какой-то момент хочется фотографировать, снимать вот эти самые фрагментики, кусочки интересные, композиционные какие-то подмечания, а потом ты, может быть, даже начинаешь их просто замечать и отпускать. Ну, то есть ты просто видишь красоту, и чем больше ты этой красоты видишь, тем тебе потом легче рисовать, потому что у тебя нет никакого барьера между достойным и недостойным сюжетом. У тебя нет барьера между красивым, некрасивым, ну, все становится красивым, если знаешь, как на это смотреть, и сможешь замечать эту красоту. Это про фотографирование, да, это действительно очень интересная штука. А второй момент, это, мне кажется, некоторое внимание к быту вот этому рисовальному. Мне кажется, что часто, если он не устроен совсем, или непонятно, как его устроить, то это тоже может влиять. Там у меня, допустим, небольшой стол дома для работы, небольшая какая-то поверхность, но если я начинаю рисовать, я стараюсь ее подготовить к этому делу, там убрать все лишнее, поставить так, чтобы у меня все было под рукой. И когда я рисую, у меня не должно быть беготни между задачей, как неудобно, почему-то у меня вода вот здесь стоит, да, не там, где должна быть. Вот. И в таком случае получается, что рисование более легко идет. И как раз вот этот бытовой момент часто опускается. То есть, человек начинает рисовать, он думает про вот какие-то вот, туда думает, да, в небо, к божественному. Вот. И о низком, вот этом бытовом, как бы не особо думается. И в книжке у меня есть рекомендации о том, как рисовать наброски, физически, как их рисовать. Там сколько-то пунктов о том, что надо сделать и чего лучше не делать, если вы хотите процесс наладить. И там нет ничего, собственно, о рисовании вот о том, как это делать. Это все об инструментах, об готовке рабочего места, об удобстве собственном, чтобы тебе было комфортно там сидеть или стоять. Потому что часто очень это рисование начинается как раз с какого-то, какой-то беготни, с торопливости. Скорее бы, скорее бы начать, чтобы ничего не упустить. Отношение к этому спокойно и внимательно задает такое же спокойно и внимательно отношение к процессу. В процессе рисования у многих возникает такой момент, что, ну, допустим, поза кончилась или там другой фотореференс или там время кончилось. Надо срочно начать другой, ну, как бы сменить тему. Вот это внимание к быту, как бы все время часть твоего мозга думает просто об удобстве, о том, что процесс шел правильно. Именно в этот момент ты можешь понять, что, а может, не надо заканчивать этот рисунок. Ну, окей, там следующая поза. Ну, что? Я могу это продолжить, если мне хочется. То есть не действовать на автомате, не следовать вот этому темпу, который как бы для всех одинаков нет. Я могу задержаться, я могу вообще уйти. Может, мне модель не нравится, а может, мне не хочется рисовать, может, у меня голова болит, может, еще что. Ок. Сегодня не надо, значит, рисовать. В этом случае рисование становится таким другом, ну, то есть приятной, реально приятной деятельностью, которая при этом тебе еще и полезна, она тебя развивает, и при этом она не рутина. То есть ты в любой момент можешь ее там отставить, отложить. Вот. Это, мне кажется, классно. Дим, хочу у тебя спросить. Еще раз вспомним, как я к тебе поступала. Это просто на меня произвело впечатление. В общем, там нужно было написать мотивационное письмо и приложить свои рисунки. Ты меня взял, но я знала, что в эту группу есть очередь, что там, в общем, туда не так просто попасть. И, в общем, я тебя спросила, Дима, почему вы меня взяли? Я ведь только начинающий художник. И ты сказал, ну, письмо было структурированное, все было понятно, четкость мышления меня как бы подкупила, и что это классный навык для художника. И после группы, где я училась у тебя, я пошла к Миламеду, и мне кажется, что вот у него тоже я прослеживала эту идею про то, что то, как человек думает, очень сильно отражается в том, как человек рисует. И я хотела тебя спросить, это такой специфический как бы навык, как его вообще развивать людям, как его почувствовать, да, что то, насколько ты структурно думаешь, ставишь задачи, что это влияет на рисунок, как вот это прочувствовать, через что это можно понять. То есть если у человека нету такого удовольствия встретить учителя, который это расскажет и как-то покажет, то вообще как это самому можно, не знаю, ощутить через какие-то книги или через что это вообще можно понять. Знаешь, мне кажется, это можно назвать интересностью человека. Ну, просто насколько человек интересен целиком. Потому что, возвращаясь к тому, как набиралась группа, как принимаются участники, да, действительно, это и качество работ, и качество письма. Собственно, что я там вижу, какого человека я там вижу, о чем он пишет. Иногда бывает так, что человек настолько увлечен именно рисованием, думаю, что именно в нем весь смысл, что ничего больше он не делает. Его, может быть, не интересует больше ничего. А если это человек, которого жадно интересует все, и он сам по себе еще интересен, то есть не просто он много чего смотрит, слушает много подкастов или смотрит разные книги или еще что-то, а он еще это как-то переваривает, и у него что-то свое образовывается внутри. Вот тогда я точно знаю, что таким интересно будет работать с этим человеком. То есть мне же важно, чтобы это было не просто, ну, окей, еще один участник группы. Ну, место освободилось, пожалуйста, пройдите, пожалуйста, сюда. Нет, мне важно, чтобы это был плюс группе. Не мне, а вот именно коллективу группы. И иногда я беру человека вообще не за рисование. Я вижу, что он, допустим, по качествам рисовального мог бы не пройти в группу. Но мне нужен сейчас вот такой человек в группе. Я чувствую недостаток такого человека. То есть это может быть, например, очень скилловый человек. Я вижу, что группе не хватает какого-то ориентира технического, который быстро, круто делает. Все такие, блин, надо так же. Вот. Или могут не о чему-то научиться. Или наоборот, группа скилловая, но какая-то немножко неживенькая. Вот. Туда надо запустить человека, который абсолютно без тормозов, которому пофиг, он как медоед просто. Будет делать что угодно, будет говорить что угодно, комментировать любой момент, вступать в дискуссии со всеми подряд. И при этом вообще не важно, что он будет рисовать. Важно, что он будет вот таким вот раздражителем для всех. Вот. И поэтому письмо для меня даже важнее, потому что там видно, как примерно это может быть в процессе работы с группой. Вот. И как это в себе вот это воспитать, вот эту структурированность, я не знаю, мне кажется, это разговор про общую заинтересованность в разных вещах. Ну, то есть, допустим, если бы я не читал много в детстве, в запой просто вообще все подряд, наверное, я бы не был таким, как сейчас, если бы я там не интересовался кино, не смотрел бы разное, себе не слушал музыку тоннами. Все же потихонечку, это вроде не связано с рисованием, да, слушание музыки, там, огромного количества и разнообразия довольно большого музыки, оно вроде напрямую это не связано никак, но нет, связано. вот я иду по улице и слушаю какую-то музыку и у меня оно синстетически срастается или не срастается с тем, что я вижу вокруг. То есть, иногда бывают удивительные совпадения, когда ты понимаешь, что вот вселенная сошлась в одной точке и свет, форма, состояние воздуха и ноты в твоих ушах совпали идеально. То есть, вот это было создано друг для друга и прямо сейчас оно совпало. Если ты чувствуешь этого мало, если у тебя мало просто такого опыта восприятия, наверное, это не получится. Ты будешь менее интересным в работе, менее интересным в творческом процессе. Поэтому я бы сказал, что это разнообразное развитие себя. При этом, мне кажется, это довольно сложно делать насильно. То есть, очень сложно себя развить специальной железной ручкой раскрутить себя. Это должно быть как-то созвучно твоему реальному интересу. просто накидывать знания. А сейчас я прослушаю что-нибудь про квантовую физику. Ну, окей. Ну, запомню два слова из него. Может быть, даже будет интересно в процессе, но если для этого нет внутреннего интереса, если я реально не хочу разобраться чуть-чуть хотя бы в вопросе, наверное, это будет бесполезно. Будет просто такое. Ну, или запомнить какой-нибудь один факт, которым я смогу потом где-нибудь козырнуть один раз. Наверное, разнообразные интересы. Наверное, так. Хотя это такой сложный вопрос для рекомендации. Если по предыдущим вопросам мне было конкретнее, что сказать, то здесь это скорее предположение. Знаешь, я пока ты говорил, вспомнила, есть такой литературовед виноградов, и у него была такая очень для меня лично гуманистическая такая идея. он там такой вопрос задавал в своей статье. Если, допустим, человек прочёл Пушкина, но не запомнил, это как-то на него повлияло? Потому что мы же можем забыть вообще, вообще забыть, что мы там в детстве что-то читали. И у него такая идея, что на нас влияет даже то, что мы не помним. Всё равно человек другой, чем если бы он Пушкина не прочёл. И это такая, ну, для меня очень прикольная идея про то, что иногда какие-то интересы, но мы даже не осознаём, что они как-то на нас влияют порой, но если в это как-то погрузиться, то как будто бы личность немножко меняется. Ну, это просто такое дополнение к тому, что ты сказал, может быть. Мне почему-то кажется, что мы помним. Просто, ну, в смысле, это не выпадает, мне кажется, вообще ничего не выпадает. Там, может, иногда, это, видимо, какие-то взрослые уже штуки, у меня иногда всплывают какие-то впечатления из детства сильные, причём связанные не с событиями, там, яркими какими-то событиями, а с очень конкретными бытовыми вещами, очень конкретная текстура старой разделочной доски, скрип какого-то пола, ощущение ткани какой-то шторы, ну, то есть, казалось бы, вот это точно я должен был забыть, потому что это вообще ни с чем не связано, то есть, это не яркое событие, которое как-то отзывалось, повлияло, стрессануло, порадовало, ещё как-то, нет, это просто вокруг был быт, просто какие-то вот тактильные ощущения или ещё что-то, нет, они есть, где-то там они есть, поэтому я вообще что-то думаю, что ничего не забывается, просто в каком-то, видимо, ближайшем доступе этого нет у тебя, ты не можешь воспроизвести, там, я не воспроизведу, конечно, Пушкина наизусть, вот, но, видимо, где-то, если я читал, то и повлиял, и где-то он лежит. Расскажи, а есть ли какие-то, ну, как тебе кажется, упражнения, которые, ну, какие-нибудь, типа, три упражнения, которые, если человек будет регулярно делать, то он, например, будет приближаться к тому, чтобы научиться как-то лучше работать с листом, ну, то есть, какое-то такое, знаешь, какие-то универсальные какие-нибудь три упражнения, которые можно в свою практику взять и просто в скетчбуке делать регулярно? Упражнения. Упражнений много, конечно, хороших, но вот мне сейчас пришло в голову из недавних, оно вот есть во второй книжке про рисование человека, это упражнение на ограничение действий. Мне прям очень стало интересно, как оно работает, насколько оно действительно влияет на результат и на процесс. Очень простое упражнение, не важно, что рисовать, в данном случае это там разговор про рисование фигуры, набросков, это может быть, что угодно, вообще любая натура. Перед началом работы ты себе задаешь либо случайным образом, там генератор случайных чисел используешь, или там бумажки тянешь, или просто сам себе пишешь на листе сколько минут, сколько действий, две цифры. Допустим, пять минут и три действия. Действие – это касание бумаги. Оно может быть короткое, оно может быть длинное, но у тебя есть ограниченный ресурс. Ты не можешь просто бесконечно возюкать, править линию по десять раз, забывая, зачем ты ее правил, какой был изначальный смысл этого выправления, а у тебя есть три линии, три линии с пятнами или линия с текстурой, еще что-то. Ты вынужден как бы собраться в этот момент. И ты в этот момент на натуру по-другому смотришь, если она есть. Ты придумываешь, как с чего начать, чтобы уместиться. А если их сорок, допустим, пять минут и сорок действий, тебе надо их все израсходовать. Ты не можешь как бы скипнуть на тридцати. Нет, сорок. И ты начинаешь придумывать, чем наполнить или там сто действий. То есть, как мало, так и много, сложно. Вот было очень интересно, как поменялась практика у группы, потому что стало абсолютно очевидно, что каждый способен поставить себе творческую задачу без меня самостоятельно, просто имея вот это маленькое ограничение. И вообще, упражнение всегда так или иначе ограничение, просто оно зачастую достаточно расплывчатое. Ну, например, та же самая моя учеба в строгом, когда мы получали задание по проекту, оно звучало очень расплывчатое. Ну, то есть, вот мы делаем летнее кафе, о котором я говорил. Эскизируйте. Начинайте эскизировать. В какую сторону, что именно мне сделать, как мне подойти к этому вопросу и чем это обычно заканчивается. Так, где у нас там референсы, на что посмотреть. Это заканчивается просто копированием. Иногда тупым техническим копированием, иногда чуть-чуть менее тупым, менее техническим, но все равно. А здесь настолько получается конкретный вот этот укол, все, все вообще видно на свете сконцентрировалось сейчас в этом рисунке, потому что у тебя пять минут и три действия. Вот. Ты очень-очень внимательно к нему относишься. Оно доступное, то есть для некоторых упражнений там может быть надо как-то подготовиться или какую-то специальную технику там заиметь. А здесь вообще чем угодно, любой материал, любая натура, любая бумага, вообще пофиг. Вот в электричке едешь, в самолете летишь, дома сидишь с котом. А действие это, ну как бы, получается, ты оторвал руку, действие закончил. Да, оно может быть очень длинным или очень коротким, неважно. Действие это даже может быть, не знаю, растирание рукой, стирание ластиком, это тоже действие. Отрывание куска бумаги, это действие. Вот. Вообще любопытно, что их надо считать. То есть, когда их три, ну легко, а когда их пятьдесят, ты реально в какой-то момент должен специальный кусочек мозга отдать на то, что ты их считаешь. Может быть, тот кусочек, который ты говоришь, ты делаешь какашки, можно его делегировать? Это ровно оно. Это ровно оно, да. И у тебя не остаётся внимания, как бы, сил уделить своё вот это самоуничижение этому рисунку, ты реально просто делаешь его, ты справляешься с задачей. Ещё из упражнений, ну чтобы был совсем другой, я посоветовал, наверное, композиционный конспект. Оно тоже очень простое, в этом смысле ничего не требуется. Любые, вообще любые работы, причём, вот в книге у меня описана именно работа с графикой и там живопись, но в принципе это может быть и архитектура и что-то ещё, в зависимости от того, как мы это делаем технически. В базовом виде это упражнение про разбор того, как устроена композиция произведения. То есть, можно взять какую-нибудь там классическую картину, современного художника, картину, гравюру, графику, или сразу же что угодно и попытаться разобраться, как она устроена, кроме сюжета. Почему мы воспринимаем её так, а не иначе? То есть, не считываем сначала текст, мы же когда идём в музей или на выставке по залу, мы издалека видим какую-то работу и она уже нас либо привлекает, либо нет, она уже либо вызывает какую-то эмоцию, либо нет. И в этом случае мы ведёмся не на сюжет, мы ещё не знаем, что там происходит, мы ещё не прочитали аннотацию, мы ещё не рассмотрели портреты всех людей или там лошадей. Значит, в эту работу что-то ещё зашито. И чаще всего это как раз работа с композицией, ритмы, массы, взаимные направления, рифмы между формами. Иногда они настолько умело спрятаны художником, ну, допустим, за натуралистической проработкой или за какими-то яркими акцентами, что зритель со стороны этого не видит. Он видит, ну, что ему показывают, некую литературу. А это целый слой интереса, который зритель часто пропускает. Когда мы начинаем такую работу, ну, любую там картину или графику разбирать таким образом, оказывается, что там есть что рассказать вот на этом полуабстрактном уровне. Как эти формы друг на друга смотрят, какого они размера. И здесь не только польза в том, что ты учишься как бы проговаривать эти моменты, учишься замечать эти моменты, так тебе потом просто на выставку интереснее будет сходить. Потому что ты не просто послушал о том, когда художник родился, женился там, или вот его эволюция работ. А ты на каждой, даже не обязательно хорошей работе, можешь увлечь себя вот этим рассматриванием кухни художника. Того, как он думал, того, почему это сложилось или не сложилось. Смотришь на фиговую работу и думаешь, она не сложилась, наверное, скорее вот поэтому. Можно было бы вот тут чуть-чуть там подвигать, и она бы лучше сложилась. Это, естественно, не объективная штука будет, но у тебя возникает такая мысль. Вот. И, по-моему, это довольно сильно упускается во всяких рассказах об искусстве. Вот я сколько не слушал, там, лекции, подкастов, экскурсий, сколько не видел. Этот момент вообще, даже у серьезных людей, он как-то провисает. Мне кажется, потому что именно практик может это сделать. То есть, когда человек очень хороший специалист в истории искусства, он видит картину в целом, он хорошо помнит там связи, какие-то подробности, это очень интересно слушать. Но если бы к этому еще подвязывались технические моменты, какие-то композиционные штуки, это был бы просто фонтан. Вот у нас есть курс Ивана Григорьева, который как раз рассказывал, он практик, он рисующий, человек давно и преподающий человек. И он делает такие занятия, когда произведение искусства разбирается именно с пластической точки зрения. Не только с литературной, но и с пластической. Это вот как раз то, чего бы я пожелал вообще музеям, выставочным залам, чтобы вовлекать зрителей еще и в это. Но про это тяжело рассказывать, потому что реально мало кто это действительно может заметить и объяснить. У меня был такой опыт, например, с Третьяковкой. Один или два раза мы делали с ним такую штуку, когда я прям буквально вот это упражнение делал с группой людей. Мы делали сначала такую недлинную экскурсию по старой Третьяковке, потом переходили в новую, там делали экскурсию. И на каждом этапе была девушка-искусствовед, которая вела экскурсию как вот именно искусствоведческую. А я со своей стороны добавлял вещи вот с этой стороны. И мне кажется, что в симбиозе это реально офигенно работает. То есть человек, неважно рисующий, не рисующий, он вовлекается очень сильно, потому что он видит, насколько разнообразно это можно смотреть. А этот конспект, это текст или это прям пятна? Это может быть и так, и так. В одном случае, например, вот в книжке у меня описан вариант, когда это упрощенный рисунок. То есть это может быть аппликация, калаш, в принципе, любые инструменты, в которых ты не можешь сильно детализировать. Глазки, носики там рисовать, собачек, вот это все. То есть когда у тебя детали естественным образом опускаются. А второй вариант, вот допустим, с курсом сценографии мы это делаем как раз в Британке, это когда у них длинная домашняя работа. В начале семестра даю, и зимой это они недавно мне это как раз сдавали. Нужно выбрать 10 работ, причем там у них вообще широко. Это может быть скульптура, инсталляция, архитектура, что угодно. 10 работ любых вообще времен народов. И про каждый из них прописать, какие выразительные средства композиции, а мы в начале семестра проговариваем, я им даю большую лекцию, то есть они понятны, из чего это обычно строится. Какие используются, и не просто какие используются, а как их ранжировать. Какой из выразительных средств ты видишь, ты конкретно, вот конкретный студент, видишь его более ярким, значит, это правильный ответ. И нет, может быть, нет там правильного ответа. Но ты учишься смотреть на любую работу критически, как бы разбирая ее, как бы препарируя ее, с точки зрения того, как она буквально сделана. Потому что можно ограничиться уровнем, господи, как прекрасно, как красиво, как я люблю этого художника, или господи, какая дрянь, я ничего не понимаю, вот как у нас недавно слышал, какую-то вот около ГЭСа какашку поставили, да? Вот на таком уровне можно общаться про искусство. А можно про ту же самую какашку около ГЭСа поговорить с точки зрения пластики, с точки зрения того, как она вписывается или не вписывается в среду, как она меняет воздух вокруг себя, как она рифмуется или не рифмуется с мостом некрасивым рядом и с красивым ГЭСом рядом. То есть можно перейти на уровень более страненный и на самом деле более профессиональный в этом случае, а и убрать оттуда вообще все эмоции и все оценки. Вообще оценка это очень такая противная штука в нашем деле, потому что именно она обычно препятствует этому развитию, движению, обучению. В случае, когда это делает сценограф, они это делают без визуального вот этого конспекта. Они показывают изображение, там фотографию, репродукцию и придумывают эту тоже часть упражнений, как оформить этот конспект. У меня были случаи, когда это просто картинка и стрелочки или картинка и список. Были бодрые студенты, которым был не лень, они оформляли в качестве чата, то есть чат с вопросом-ответом, как будто кто-то спрашивает, кто-то отвечает. Были какие-то еще интерактивные штуки, были схемы, были подрисовки всякие. То есть это довольно интересная дизайнерская задача, как объяснить то, что ты вот ты заметил эти ассоциации, ты заметил эти выразительные средства, а как их до зрителей донести. Да, ты можешь просто текстиком написать, но это такая программа-минимум, а можно как-то интереснее. И третье нужно упражнение, ты говоришь, третье упражнение. Я бы сказал, пусть это будет тогда композиция, которая создается пошаговая, у меня такое все упражнение, пошаговая абстракция. Мы говорили сегодня уже про упражнение про ограничение действий, это такая про натуру, связанная довольно сильно с натурой штука. Говорили про этот конспект, который мы делаем из произведения, то есть мы рассматриваем, учимся рассматривать, а здесь я бы сказал, что мы учимся замечать то, что вот рождается сейчас само по себе. Идея упражнения в том, что мы можем взять достаточно случайные или там заранее нарезанные или просто сначала одну какую-то форму. Мы это делали на уровне абстракции, может быть, это какой-то фигуратив несложный. И просто кладем. Просто в случае абстракции это немного чище получается, потому что ты вообще не привязан никакой похожести вообще ни на что. Просто нет у тебя ни такой категории. И мы это делали на уровне простых форм. Вот у тебя есть лист, формат, ты кладешь эту форму, причем кладешь, это может быть бумажка, это может быть печать, это может быть что угодно еще. Это как бы первый шаг. Ты его сделал. Он не меняется. Вот он какой есть, такой и есть. И у тебя нет плана. У тебя нет натуры, нет целей, нет темы. Ты просто положил эту форму на лист. Она может быть маленькая, большая. И ты к ней потом думаешь, чего хочется этой форме на этом листе. Иногда это очень сильное ощущение, что хочется именно вот этого. К этой угловатой хочется здесь немножко паузы, а потом положить что-нибудь более круглое. Или рядом с ней еще добрать массы. И это учит слушать работу, слушать композицию, потому что очень часто я замечаю, когда композиция воспринимается как некая правильная или неправильная схема. То есть, а как научиться композиции? Научиться композиции значит воспринять некоторые рабочие схемы, научиться каким-то конкретным приемам, которые делают композицию норм. Они, правда, есть. Эти схемы, правда, есть. Но в этом случае получается, что ты прямо по ходу замечаешь, что с ней происходит, как она растет. И оп, вот теперь я останавливаюсь. То есть, надо в этот момент остановиться. И никто, кроме тебя, этого не скажет. То есть, ты должен быть постоянно включен в этот процесс смотрения. Просто смотрения. Отстраненного смотрения издалека, сблизи. Чтобы понять, да или нет, вот закончена она сейчас или нет. Для другого человека, скорее всего, она будет незаконченная или законченная раньше. Вот. Но для тебя именно ты калибруешь это состояние. Я бы советовал такое упражнение делать, когда свободное время есть, никто не мешает, чтобы спокойно все дело подвигать, подумать, посмотреть, как оно работает. Это сложно тем, что нет объективного критерия. То есть, если в случае с вторым упражнением, которое я говорил про конспект, там есть объективный критерий от сама работа, которую мы изучаем, пока мы с ней можем как-то соотнести это, то здесь его нет. Вот. И в этом, собственно, интрига. Я могу сказать, что вот такой подход к этому упражнению, он довольно сильно поменял мое рисование. То есть, я сейчас рисую примерно так. Я почти всегда начинаю рисовать, не зная, какой будет третий, четвертый шаг. Первый, второй может быть, третий, четвертый точно нет. Они по ходу рождаются, я по ходу понимаю, когда пора остановиться, и отношусь к этому абсолютно спокойно. То есть, я знаю, что я к этому приду в какой-то момент, что оно остановится в нужном месте. Это, опять же, про спокойствие процесса. Не суетиться, просто спокойно наблюдаешь, смотришь, как оно постепенненько растет. Очень классно. Дим, у вас есть очень классный еще другой проект, музей рисунка, который, ну, мне просто кажется, суперкладясь, всегда скидываю студентам, всем и вообще советую. В книге у Ролана Барта, камеры Люцида, которая называется, есть такое понятие пунктом. Это про какой-то такой укол. То есть, про то, когда ты видишь какую-то фотографию, в данном случае вот я хотела спросить про графику или про какие-то визуальные работы, которые действуют как вот какой-то укол, как какое-то очень резкое впечатление красоты. Я хочу спросить, были ли у тебя такие сильные впечатления, ну, что-то, что там поразило, удивило, что-то, что изменило отношение к рисунку, какие-то такие авторы для тебя? Слушай, их там реально много, прям много, потому что я туда выкладываю музей красоты. Я еще не было 15 лет, блин, дохрена какой срок, по-моему, и 15 лет туда попадает графика, которая меня действительно увлекает. То есть, которая там бывают вещи, ну, туда же публикую не только я, это как совместное действие, но сейчас так получается, что в основном я публикую последние годы. И то, что публикую я, это обычно то, что у меня как раз не просто так, что-то надо запостить. Вот, нет, оно вот классное. Вот, и иногда это были какие-то специально купленные книжки, которые, там, работ, которых нет больше нигде в сети, например. Или в сети находился какой-то необычный автор, которого мало кто знает, но он очень-очень интересный. И, по сути, очень большой процент того, что я находил и публиковал там, это как раз то, что делало со мной, вот то, что ты говоришь. Вот, и я думаю, что в немалой степени меня как рисовательщика сформировало то, что оно там очень разное. То есть я с детства смотрю на разную графику, и благодаря тому, что мы с родителями это все обсуждали на выставках, ходили, смотрели, у меня возникла свобода трактовки довольно рано. То есть я мог хорошо увидеть и в хорошем академическом рисунке, и в абстракции, и в иконе, и в декоративной ткани, и еще в чем-то. И вот это разнообразие, оно помогает сейчас мне рисовать тоже достаточно по-разному. Вот, и замечать разное. Вот, а из такого прям совсем, ну, что в голову приходит, естественно, это не единственная, не самая сильная вещь, просто то, что в голову пришло. Меня очень цепанули вещи, например, Джулиуса Хоффмана. Такой, не знаю, как его назвать, ну, скорее живописец, наверное. Широкого профиля художника. И у него в основном живопись, на графике тоже есть очень странные штуки, похожие на одновременно на коллаж и на плохо прорендеренные, низкополигональные какие-то убогие фигуры в каких-то странных средах и еще на довольно непотребные темы. Ну, то есть там какой-то такой получился странный замес из вот всех этих категорий. Средства, цвет, свет, форма и тема, что оно выглядит прям вот. Ну, оно не может как бы не тронуть. То есть я не могу сказать, что оно мне прям очень нравится все, но оно очень сильно прям вот скребет. То есть оно прям обращает на себя внимание. Ну, например, Бена Николсон, давайте вспомним. Очень мощный британский график, ну и только график, живописец и скульптор даже немного. Но мне, прежде всего, график его, конечно, интересует. Тонкая, звонкая, абсолютно отточенная, при этом часто вообще неправильная. То есть там специально нарушаются и перспектива, и пластик, и объем, и что угодно еще. Уплощается пространство, меняются планы ролями. И это как-то удивительно собирается. Это очень интересно смотреть. Именно таким. Оно идеальное, но не стерильное. То есть бывает, графика настолько прям вычищенная, но настолько чистенькая, что там прям вот ты как будто человека живого не чувствуешь. А там остается живой человек. И это такой образец графического вкуса. То есть как вот из чего угодно собрать суперзвонкую графическую вещь. И, допустим, опять же, чтобы третий был какой-нибудь другой. Пусть будет Джеймс Кассел. Это американский глухой с рождения художник, наивный, который рисовал всем подряд, на всем подряд. Оставил просто массу работ. Просто он везде по углам затыкивал эти рисуночки. Реально в стенах находили, в дырах в стенах находили, как он запихивал мышку туда рисуночки. И это фантастические работы в плане соединения, ну, вот этой наивности, которая есть у такого художника, и какой-то мега наблюдательности. Он же, по сути, камерно, герметично жил там на какой-то ферме и рисовал вот то, что на ней есть. Интерьеры, пейзажи, предметы, какие-то объекты, какую-то рекламу. Он не умел читать, до конца жизни он не умел читать. И он даже этикетки там от банок, бутылок, еще от чего-то, он их тоже рисовал. И это тоже получалось очень живо, очень интересно. Как бы он пропускал ее через свой этот фильтр. Буквы он отдельно рисовал, не зная, что они значат. Просто буквы как красивую форму. И иногда это действительно выглядит как рисунок ребенка, а иногда это настолько наблюдательно, что это выглядит просто крутым художественным решением. Например, он рисовал, так как у него не было там бумаги, инструментов, он не был там профессиональным художником, он рисовал на любом носителе. То есть это мог быть конверт почтовый, это могла быть развернутая, ну, развертка коробки, картонный от чего-то. Соответственно, у этого объекта, на котором он рисовал, тоже была своя форма. Ну, допустим, какая-то обгрызенная картоночка. Или развертка коробки с каким-то симметричным или неровным краем. То есть это не бумага, это объект получается. И края этого объекта, они тоже влияют на ощущение от композиции. То есть там не только рисунок, но и вся ситуация. А рисовал он преимущественно сажей и слюной. Необычные материалы. Да, но у него других, видимо, как-то не было. Палочками, сажей из печки и вот этим вот всем. Я помню, было классное задание, когда ходила к тебе на занятия, принести любимый и нелюбимый материал. Мне кажется, что это, в принципе, очень прикольный взгляд на нелюбимый материал, например, попытаться с ним как-то. В общем, тогда, по-моему, я принесла масляную пастель, как нелюбимый. Мне кажется, сейчас он у меня любимый. Я хотела тебя спросить, если, ну вот спустя такое количество времени практики, есть ли у тебя нелюбимый какой-нибудь материал? Ну и любимый. Да, да. Есть один такой, который я не умею рисовать, мне не хочется им рисовать и не нравится им рисовать. Это сухая пастель. Вот просто полное отторжение по всем фронтам. Наверное, если меня принудить отобрать всё, то я найду какой-то способ, какой-то для себя интересный, так как слишком много других интересов и технических возможностей, то я не лезу в неё. Вот полное отторжение, не знаю, мне всё, мне не нравится. Мне кажется, тогда многие принесли сухую пастель. Она была в топе. Мне кажется, акварель, по-моему, у многих была и сухая пастель. Да, это, кстати, любопытно, что часто приносит инструменты, вот ты упомянула акварель и сухую пастель, инструменты, которые требуют технологизации. То есть и акварель, и масляная пастель, и сухая пастель, масляная, кстати, тоже, и сухая пастель, они требуют просто правильного подхода. То есть это техника с очень конкретным рецептом. Если мы работаем гуашью или карандашом, или фломастерами, то, в общем-то, что хочешь, то и делай. То есть всё зависит от твоего чутья, от разнообразия, от моторики. А в акварели не совсем так. То есть, да, ты можешь что-то намазать, но у тебя с большой степенью вероятности будет выглядеть это грязью или какой-нибудь непонятной кашей. И поэтому профессиональные акварелисты, они именно технологии берут. Они отрабатывают, какая бумага, какие пигменты, в какой последовательности, высохло-не высохло, промокнуть-не промокнуть. Вот у нас был ещё в кружке скорого рисунка на Дмитровской мастер-класс Сергея Темирева, который такой очень известный акварелист. Он из Питера, он в Выборге, по-моему, сам живёт. Он много пишет по воображению. И вот он приехал к нам с этим мастер-классом. Очень аккуратно родился. Меня просто дико впечатлило даже не то, как он писал, не то, что у него получилось, а тот подготовительный процесс и абсолютное внимание к быту рисовальному. То есть идеально было всё. Он в аккуратной папочке всё это принёс, аккуратно всё это разложил, сделал всё, что ему нужно, чтобы всё было комфортно, заранее замочил, подготовил бумагу, приклеил её к такой пластиковой штуке, потом точно так же аккуратно всё это собрал в обратном порядке, тык, и ушёл с этой папочки. То есть абсолютно внутренняя организация. Вот. И в акварелье действительно, значит, никак, потому что там все ходы имеют значение. Вот. И он пишет воображение. Он сказал, что я сейчас вот вам напишу с рассказом о том, что я делаю, вид, который я видел из окна по пути сюда в поезде. То есть он реально рисовал какой-то кусок пейзажа, который я видел из окна. Естественно, такие вещи можно делать только абсолютно понимая, что будет, если. Какое действие ведёт к какому результату. Мне так всегда было очень скучно. Не могу так работать. Невозможно. Вот. Мне важно, чтобы у меня была интрига, чтобы материал сопротивлялся, чтобы у меня с ним было какое-то созвучие, соавторство. Если я точно знаю и просто исполняю, я очень быстро устаю, это очень быстро начинаю скучать. Дим, есть такая традиция, я спрашиваю, какие-то правила жизни. И вот если есть какое-то правило, правило для жизни, правило для работы и правило для творчества. Вот если такие три правила в твоей жизни, можешь попробовать сформулировать. Правило для жизни. Для работы и для творчества. Мне кажется, что у меня вообще одно на все три. Так, что-то выходит. Ну, я бы сказал, что делать интересное. Делать интересное или сделать интересным. Ну, сделать интересным. Вот, наверное, так. Потому что я сейчас вот подумал, ты вот эти три пункта выдала, и, наверное, для всех трёх у меня один был бы ответ. А потом всё остальное. То есть сначала это, а потом всё остальное. Тем более, что работы и творчество у меня, они по сути, одно. Я, честно, не отделяю преподавание от рисования. У меня в моей голове, в моей практике это абсолютно одно и то же. И когда я преподаю, работаю с группой, я примерно те же эмоции, те же части мозга использую, что и при рисовании, мне кажется, одно и то же. Поэтому вот провоцировать интерес, находить интерес, пробуждать интерес, вот, наверное, такое. А потом уже какие-то более тонкие настройки. Вот для меня так. А методология вот этого делать интересным, она какая-то там есть? Да, хороший вопрос. Наверное, давать этому, с чем мы сейчас работаем, вопрос, а что не устраивает и что можно поменять. Потому что если работа, ну, какой-то бытовой процесс, например, уборка, допустим, она какая-то рутинная и нежелательная, то мы же не можем ее просто, ну, не делать, просто избежать. Она все равно будет, или там мыть ее посуду. Вот, но я могу в этом процессе что делать? Я могу дать себе задачу, дать себе интерес, вымыть эту посуду очень хорошо. Или сделать это очень быстро, уместиться в конкретный срок. Или сделать это очень тихо, чтобы никого не разбудить. Но куча же задач, которые, по сути, отодвигают процесс мытья посуды на второй план. То есть у тебя есть первая задача, и сейчас это твой интерес. Или помыть их в определенной последовательности, чтобы потом на столе все аккуратно встало. То есть сначала помыть тарелочки, потом помыть чашечки, а потом в тарелочки с чашечками положить вилочки, чтобы потом в обратной последовательности все это убрать. Понимаешь? Такие штуки, они применимы вообще везде. Это очень смешно. Я старался сюда привести максимально такой бытовой пример. И в принципе то же самое работает на более широких масштабах, если ты говоришь о преподавании, работе с человеком. Вот, допустим, студент. Он такой сложный студент, может быть, или ему неинтересно, или еще что-то. Мой-то, да, интерес в том же, что и с филочками. Мне все равно с ним надо будет поработать. И если у меня не складывается прямо вот сейчас такой вот разговор прямой, полезный, может быть, я найду какой-то вот такой путь и через этот свой интерес, допустим, объяснить ему вещь, которую он никак не может понять, или придумать, как напомнить ему о вещи, которые мы уже сто раз обсуждали, он никак ее не применяет. Ну, то есть, это же творческая задача такую штуку придумать. Если я просто еще раз усталым голосом ему бы это сказал, ни мне, ни ему бы не было никакой пользы. И я бы только сильнее устал, он бы еще потом говорит, господи, опять у нас херня, и все. Вот. А тут получается, что он удивлен, потому что он этого еще не слышал, допустим, такой метафор, или такой, там, шутки, или такого чего-то, интонации, может быть, какой-то новой. Вот. И я тоже удивлен, потому что я вот прямо сейчас это придумал, прямо сейчас в процессе я эту проблему решил. Вот, наверное, так, потому что придумываем и заинтересовываем себя. Это мне напомнило какие-то актерские курсы, там нельзя просто поставить стул. То есть, тебе нужно себе поставить какую-то задачу, типа, очень ровненько поставить. Тогда за тобой интересно наблюдать. Если ты просто ставишь стул, за тобой неинтересно наблюдать. Ровно так. Это абсолютно да и тоже, да. Это очень хороший пример. Прикольно. И более того, ты действительно по-другому ставишь стул. И за тобой действительно интересно наблюдать, особенно если ты видишь эти разные поставления стула. То есть, ты действительно замечаешь разницу. Тихо, громко, небрежно, вяло. Еще вот эти слова, которые я сейчас произнес, это тоже один из методов, с которым приходится часто сталкиваться на заданиях, например, с той сценографией в Британке. Потому что достаточно дать характеристику, чего-то и не давать вообще больше ничего. И процесс начинается. То есть, делать композицию на основе вот такого слова и такого слова. Поисходит реакция, не знаю какая, химическая, физическая, еще какая-то в мозгу. И начинают появляться новые ассоциации, которые потом постепенно вырастают в форму. В пластику, в форму, в пространство, в узнаваемой, неузнаваемой форме. Получается, что само упражнение только в том, что мы уточнили какие-то конкретные слова. Не просто сделайте композицию про ритм. Чего? Какой ритм? Ну окей, наверное, там паровоз едет или что происходит. А если ты называешь более конкретное, там, не знаю, какой-нибудь резиновый кузнечик, возникает очень конкретная, конкретная у тебя ассоциация. Кузнечик – это вот такое, резиновое – это такое, движения у него будут такие, по форме он вот такой-то. И всё, у тебя опять открывается какая-то дорога, какая-то дверь, ты в нём работаешь. И оказывается, что можно придумать, да, даже на такое идиотское сочетание слов можно придумать довольно понятную вещь, которую зритель тоже может прочитать. Сужение. Получается, что везде вот такое нужно сужение и конкретизация. А чему тебя учит ну вот сам процесс преподавания и вот про что для тебя этот процесс, какие-то, может быть, уроки, которые ты извлёк из этого опыта или что-то, чему ты учишься в этом сейчас? Про что? Про внимание и реакцию или отсутствие реакции. Внимание необходимо, потому что процесс же он живой, то есть очень часто преподавание может быть устроено как некий конвейер с понятными комментариями, с понятным результатом, с понятной оценкой. Это, в принципе, тоже рабочая схема, это очень удобная схема, комфортная для ведущего. Может быть, схема такая, как вот я говорил про абстракцию, когда мы делаем и наблюдаем. Вот для меня это очень похоже на то, как я преподаю. То есть я даю тему в группе, она работает, и я либо говорю комментарий, либо не говорю. То есть если мне нечего сказать, или я вижу, что человек справляется, или я вижу, что ему и без меня норм, я не буду лезть. Если я вижу, что человек хочет подсказки, или ему нужно что-то, но при этом мне ему сказать нечего, или я не хочу ему говорить что-то слишком конкретно, я его спрошу. Ну, какие-то вещи, просто разговор с ним начнем какой-то. И очень интересный момент, у меня это, вот я это применяю несколько лет, меня это очень удивляет до сих пор. Вот, например, Строгановка, первый-второй курс, то есть люди, которые явно еще не супер асы в рисовании. И я часто делаю такую штуку, вот рядом стоят два человека, и я говорю, допустим, с одним о том, что вам кажется удалось в этой работе, а что вам кажется надо поправить прямо сейчас, если у вас последние 10 минут остались, чтобы вы поправили за 10 минут. Иногда человек говорит ровно то, что надо, буквально, он абсолютно точно попадает в то, что я бы сам сказал. Или наоборот, если человек мнется, ну, не знаю, стесняется сказать, или боится ошибиться по его мнению, что как будто я от него жду конкретный ответ. Я спрошу у соседа, говорю, Маша, вот работа Кати, что бы вы посоветовали ей сделать за 10 минут? Идеальный ответ почти каждый раз. То есть люди очень хорошо это видят, и сам человек это видит, и сосед видит, просто как-то это, не знаю, не замечается, отторгается, не воспринимает всерьез, не знаю почему. и вот это измерение того, сколько мне нужно себя дать, советов, подсказок, показов каких-то чего-то, и сколько мне нужно спросить, и сколько мне нужно проигнорировать, вот это самое интересное. Баланс этого всего, потому что каждая группа разная, баланс таких или таких людей везде разный, и единственное, что остается мне, это быть включенным. То есть, если я не наблюдаю за тем, какой сейчас человек, сколько ему нужно внимания, я этого не замечу, будут долбать всем одно и то же. Вот это, это то, что меня интересует. Может быть, даже не столько реально результат этого задания, хотя они каждый раз получаются интересные, потом мы отдельно обсуждаем результат, у нас просмотр выглядит как беседа. То есть, не я оцениваю или ранжирую как-то эти работы, или даю какой-то последний фидбэк, нет, мы все вместе говорим, я скорее призываю других говорить, то есть, чтобы они наконец посмотрели на чужие, на свои работы по-другому и что-то сказали, дайте обсуждение стоит всего занятия. То есть, то, что происходит в конце, те открытия, те формулировки, обращение внимания на какие-то супер мелочи тончайшие, которые сам автор не заметил, другим человеком, который обратил на это внимание, просто золото сплошное. И вот ради этого оно точно того стоит. Мы придумали классный конкурс, расскажешь про него? Да, расскажу. Конкурс такой, мы сегодня много говорили про разные способы организации деятельности, про разные подходы преподавательские, разные сильные, слабые стороны процесса. И идея такая, напишите в комментариях, что вы сами применяете для организации себя, для организации своего творческого процесса, для того, чтобы он был эффективнее, для того, чтобы он был регулярнее, для того, чтобы он был более результативный, что угодно. Может быть, маленькие, может быть, большие штуки, может быть, расписание, может быть, планы, самоподсказки, что хотите. Напишите, что работает лично для вас, и лучший совет будет вознагражден второй книжкой про рисование фигуры человека с упражнениями и советами как раз для всякой практики. Дима, спасибо тебе большое, что смог найти время, уделить и поговорить, было суперинтересно. Спасибо, Кристина, что позвала. Было, правда, Я сразу тебе это время. Друзья, не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, писать комментарии и участвовать в конкурсе. Всем пока. Счастливо. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok